Все, стоп, хватит! Сука, ненавижу это место! Добро пожаловать в игрушку Киберпанк 2077 С вами был Алекс Пул, мы продолжаем играть, приятного всем просмотра Ну здравствуй Ну как, еще что-нибудь скажешь про фарфоровую сумку? Блядь! О, что-то опять хреново Уху-ху Да уж Блядь! Совсем нехорошо мне Ты еще не умираешь Я тобой займусь Ну мне очень хреново, видимо Очень-очень-очень Я живой? Таблетки? Я их принял? Так пахнет морской бриз Вставай В пасифике в это время красиво Да, попробуем Этот приступ меня чуть не обнулил Почти Подожди, а как мы сюда добрались? Ты прав Просто глаз не оторвать Мы в пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София Сейчас мы единственные гости Хочу тебе кое-что показать Идем Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь Ты забрал тело Не мог же я тебя там просто бросить Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ну как? Забытые ощущения? Просто офигенно Лучший день в моей жизни Ноги ватные Так, ну вставай давай Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Да блин, я двух шагов сделать не могу. Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Так, ну пойдем. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ну тело перебросить, давай. А ты уже здесь, да, я вижу. Вот бы мне так телепортироваться. Да, бредное мотелло. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тот, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Так, ну окей. И что же там лежит? Амулет какой-то? Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты. И записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну не возьми, побеждают всегда корпорации. А проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. А давайте посмотрим на вентилятор. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Не знаю, тупой вопрос. Блин. Не знаю. Ну, если честно, не знаю. Ну, подумай. Да, нет, тупой вопрос какой-то, блин. Идиотский вопрос. Да или нет? Да блин, я не знаю! Закрыть от пули его? Ну, моя же жизнь дороже, нет? Нет, это вряд ли. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Блин, то есть ты отдашь за меня свою жизнь, а я нет? Блин, бро, ну, ты, по сути, я тебя не так давно знаю. Мне что, ради каждого человека жизнь свою отдавать? Я понимаю, ты Киану Ривзу, все такое, но... Ребят, ну, согласитесь, если у вас станет вопрос, Киану Ривз или вы? Конечно же, вы выберете, что вы будете. Блин, ну, не знаю, тут это сложный, конечно, вопрос. Наверное, все зависит от обстоятельств каких-то. Ну, ты как, готов? Это тело всегда было моим. Блин. Красивый жест. Но все, что ты можешь мне предложить, у меня уже есть. Это тело мое. И всегда было моим. Поэтому и решение принимать... Давай пока что забудем об этой теме, если ты не против. Окей, давай. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смэшер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смэшера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Так, месть. Твое последнее желание? Это твое последнее желание. Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Так, я не уверен, что бестия настолько сентиментальна. Предлагаю ей все и рассказать. То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки Мистии, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смэшера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Блин, ну Киану Ривз будет врать или нет? Но он же хороший чувак. Не могут же его плохим сделать, правда? Или сделают плохим? Ты пока не заслужил мое доверие. Это должно работать в обе стороны, Ви. Уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать. Мне и себя-то не нравится контролировать. Это ты принимаешь идиотские решения. Я могу только советовать. Или просить об одолжении. Вот как сейчас. Блин, ну это же не Киану Ривз. Это по сути актер, да, которого сделали. Его могут сделать плохишем. По-моему, он советовал, когда, помните, я убил того чувака... А, подожди, или наоборот. Как он мне советовал? Я забыл. А, то он сказал то, что он врет. На самом деле он правду говорил. В отеле я чувака, которого подобрал, и все-таки я его убил. А, или его корпорация. Корпорация, да, по-моему, его убила. Он сказал, что он брешет. Что не стоит ему верить. Блин, я забыл, правда. Но он что-то такое говорил, и я его решил убить. Не знаю, в общем, будем думать. Бестии это просто предлог. Для чего? А, чтобы я наконец забрал у тебя управление. Или придумал какой-нибудь самоубийственный план налета на Аросаку. Я же тебя знаю, Джонни. Последний раз говорю. Нет никаких планов. Хельман говорил, что ты попытаешься это сделать. Перехватить контроль над телом. Андерс Хельман? А напомни, чем он тебе помог? Может, не помог, но и не навредил. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Да пофиг, я ввязываюсь в эту артюру. И попрошу ее о помощи. Хорошо. Все, уговорил. Меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Уговорил, ладно. Мне нужно просто сказать ей про Смэшера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Дадим, да, тело ему. Я могу отказаться. Я могу отказаться. И будет другая немножечко история. Но я думаю, все вы, да и я, тоже хочу узнать, что будет. Да, мне это интересно. Ладно, я отдам тело. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертии. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Блин, ну, говорит он довольно-таки уверенно. Убедительно говорит. Отель Пистис София. Я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Так, идем дальше. Ууу, 2000 километров. Нам туда, видимо, да? Главное, не поймут умереть. Нам надо спускаться по лестнице. Ну, отсюда-то я не умру. Так, знаете, что мы сделаем? Смотрите. У нас же есть очки. Давайте в реакцию все-таки прокачаем. Я понимаю, это здоровье. Это все круто, конечно. Но я хочу пистолета прокачать. Давай вольем, наверное. Ну, два раза точно. На два раза давай улучшим. Там потом посмотрим. Раз-два. Короткоствол. Мне прям пистолеты что-то понравились. Может быть, их поулучаем. Отдача пристребе из пистолетов и револьверов уменьшается на 30%. Давай вот это прокачаем. Так, вы можете уклоняться, когда наводите... Наводите на цель... На цель пистолета и револьверы. Чего? Вы можете уклоняться, когда наводите на цель пистолеты и револьверы. Как я так уклоняться могу? Ну-ка. Возьми пистолет какой-нибудь. А, ну вот так. Все. Я могу прицелиться и уклоняться. Так, ну ладно, теперь пойдем. Идти нам далеко. Идти нам далековато довольно-таки. Вот здесь мы можем, в принципе, телепортироваться, да? Вот, если назад пойдем. Ну, погнали, в общем, погнали, ребят. А, ну все, мы здесь. Так, а точка невозврата, вы достигли... Вы достигли точки невозврата. Когда вы войдете в ресторан, все невыполненные второстепенные задания и полученные заказы станут недоступны до тех пор, пока вы не выполните все основные задания. А если у вас остались незаконченные дела, завершите их до встречи с Ханако. Подожди, ничего себе, ничего себе. Это интересно. Ребята, ну я даже не знаю, давайте... Давайте уже это сделаем, выполним. Короче, смотрите, все вот эти дополнительные задания, если вы прям хотите, если вы хотите, чтобы я все вот это проходил, я скоро, наверное, куплю еще видеокарту. Закажу, где будет прям хорошая фпс и все такое. Мы с вами на более сложной... На более сложном уровне пройдем это все, если вы хотите. И мы уже не будем по сюжетке торопиться, а сначала пойдем доп-задания все вот эти проходить. Как только мы все пройдем, уже сюжетку прям вообще на изи пройдем. Может даже, представь себе, сделаем отдельный видеоролик, где мы чисто по сюжетке пойдем. А пока что, ну просто второстепенные повыполняем задачи. Почему бы нет? Поэтому давайте сейчас пока что выполним основное задание, да? А потом уже второстепенные. Если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы я так сделал, ставь лайк. Давайте наберем 500 лайков и все, я сделаю, мне будет достаточно. Все, заходим. Ну же, можем на второй раз игру правильно пройти. Потому что если мы будем второстепенно проходить, это будет очень долго. Это плохо кончится, говорю тебе. Это фарфоровая сука точно нас подставит. Слушай, да успокойся ты уже. Просто зайдем, поговорим и уйдем. Посмотрим. Точка невозврата, блин. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Снова ты. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Окей. Вы не знали, можно ли мне верить? Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что мы его отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Так. Тогда почему вы ничего не сделали? Раз вы все знали, почему ничего не сделали, только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Так. Власть. Власть. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней. Поддерживать мир. Соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну, хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да. Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес души губ, как мы и договаривались? Держи ствол наготове и ни слова. Так, вас это беспокоит? Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет. Не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес души губ? У тебя же меня за идиота. Нет, у меня нет души губа. Души губа у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоше. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть. Я за океаном буду. Все. Где? Здесь. В Найт-Сити. Под Иросака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Подожди. Сесть в обмен на что, ты мне поможешь. Садись. У нас мало времени. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блядь, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись. У нас мало времени. В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Нет, пить явно мы сейчас не будем. Точно не будем. Там может быть что-то намешано. Я думаю, она может меня усыпить. Пить мы не будем. Вы хотите отомстить за отца? Все в порядке. Вы хотите его убить? Похоже, вы хотите отомстить за отца. Я хочу, чтобы в Иросаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Йоринобу? Ханако-сама. Соро-соро, гочи-таку-ни-о-модори-идадайте. Согласен. Я сомну. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструктора. Я должен обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Аросаки? Я не буду отводить. Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Ну, мне скорбь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Будь вруном? Нет, нет. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Аросаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Так и Мура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место, и ничего не хочу менять. Не хотите или вам не позволяют? Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу. Как и ты. Ну? Нет, не нравится. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто предлагаю тебе решение. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. Ой, мне хреново становится. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорее. Я согласен. Надо уходить пока мне хреново не стало. Как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Как пойдет. Встать хорошо? Так, как пойдет? Да, я подумаю. Так, уходим, уходим. Тебе нужно на воздух. Быстро. Согласен. Да ну нет, ну давай! Закройся, дверь. Мать его. Все, на воздух, на воздух. Спускаемся. Ну нафиг. Я предупреждал. Ты что творишь? Ты был прав. Что я делаю? Показываю тебе, что такое внезапно оказаться в ловушке. Я просил. Я предупреждал. Но тебе похоже на меня насрать. Да все, нет, нет, я передумал. Я не против бежать на поводке у этой фарфоровой суки. Я согласен, ты прав. Хорошо, я с тобой согласен. Так. Что не так? Мы знаем, где Микоши. Тебя что-то не устраивает. Мы же добились своего. Нам сказали, где... Где вход в Микоши? Ну да. Под Арасака Тауэр. Только что нам это дает? А, что? Что это нам дает, блядь? Пока не знаю. Так, мы возьмем Арасака Тауэр штурмом. Да не знаю, блядь. Я еще ничего не решил. Тебе не кажется, что как раз в этом вся проблема? Возможно. Блядь, ты опять отрубаешься. Видимо, да. Я? Где я? Ох, слава богу. Я думал, это смерть. Темный экран. Только не темный экран. Лучше, лучше не двигайся. Это рэпер? Я у рэпера? Больно, я знаю. Да, кажется, у него... Я видел, когда пришел, так что я накачал тебя. Это самый первый рэпер, к которому я пришел. Но светочувствительность, это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Ага. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство... Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся отобой. Понятно, это не я. Это был твой ангел-хранитель. Да, да, да. Это... Ну... Был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Что там? Все плохо? Настолько? Ну, вот так должно быть немного получше. Блин, он меня спасает. Попробуй сесть. Осторожно. Я ему несколько раз уже благодарен. Так. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Ну, он же уже контролировал тело мое, да? И доползал. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы. Понимаешь? Да, я попробую. Что мне делать? Или... А я что, по-твоему, делаю? Попробую. Я знаю, Вик. Скоро я начну. Нет, начинай сейчас. Я стараюсь. Смотри. Видишь вон тот столик? Ага. Там таблетки, которые помогут тебе закончить игру под твоим правилом. Если пройдешь эти несколько метров, дальше придется надеяться только на себя. Так, надо попробовать. По своим правилам, значит. Ну что ты хочешь сказать, говори. Смотри, какой тонкий намек. Тише, Джонни. Мне... Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Всех же вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Тут одна таблетка только. Ви, я слышала, ну, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ну что? Мне кажется, Вик уже сыт мной по горло. Не сердись на него. У него сегодня заблокированы все чакры. И он выпил слишком много кофе. А у меня тогда что? Наверное, аура меркнет, да? Угу. Боюсь, что да. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Ну, пойдем. Пошли, ну, были же две разные таблетки. То есть я мог быстро это ускорить. Я так понимаю, дать контроль. Либо же... Либо же замедлить это все дело. Пошли. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентину. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Так, ну окей. Хороший парень, Джеки, все-таки. Ой, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Это да. А я что присесть не могу? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Красивые виды, конечно, красивые. Побыть наедине с собой в последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одну. Сиди на здоровье. Так, ну подумаем. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет. Прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. Все. А потом ты пытался меня убить. Вот-вот. А теперь мы с тобой сидим, как ни в чем не бывало. И любуемся видами Найт-Сити. Вот только жаль, что я не увижу, чем все это кончится. Ты сам отказался от варианта, который у нас остается. Потому что все, что угодно, лучше, чем брататься с этими тварями. Предлагаю рискнуть и поставить на Аросаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Ну и что делать? Какой план, Джонни? Какой план? Я уверен. Назад откатиться уже не получится. Так, принятие мега-блокаторы. Да не злись. Можно покончить совсем прямо сейчас. Надо еще подумать. Я не знаю. Погоди немного. Я еще подумаю. Боже, но блокаторы, получается, если я приму, то Джонни не будет появляться, да, получается? А есть какие-то другие таблетки, которые усиливают действие. И Джонни, наверное, может получить контроль. Но почему нет выбора? Все-таки я, ладно, доверюсь этому парню. Надеюсь, Аросака не подведет таблетки. Можно покончить совсем прямо сейчас. Можно покончить совсем прямо сейчас. Надеюсь, Аросака не подведет. Не, Аросака... Ну, давай примем таблетки, я не знаю. Есть еще одна возможность. Какая? Можно оставить все как есть. Забить на таблетки и все остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрем. Выбросить таблетки я знаю. Это мы и сделаем. Рожать кулак, ладно. Рожать кулак, ладно. Глупая мысль. Давай выбросим. Я знаю. Как раз на это я и надеюсь. Почему я лысый? Я не был лысый. Ты в своем уме. Что происходит? Ты помнишь, сколько дерьма мы расхлебали на этом пути? Помню. И ты хочешь сдаться? Почему? Потому что так будет безопаснее для всех. Во всех остальных случаях погибнут люди. Люди постоянно гибнут. Так устроена жизнь. И что, я стою у этих жертв? Или ты? Вообще, только так мы оба будем в сознании. Когда наступит смерть? Да. В последнюю минуту жизни. Я не думал об этом, если честно. Столько времени прошло, а ты не перестаешь меня удивлять. Это я от тебя научился. Ви, ты правда это сделаешь? Если ты не будешь против. Наверное, я бы поступил иначе. Но валяй. Серьезно? Не будешь спорить? Видимо, я тоже чему-то успел у тебя научиться. Ну и уже пора. Хорошими друзьями бы стали. Знаешь, это правда красиво. С тобой было приятно иметь дело, Ви. Да. С тобой тоже, Джонни. Получается, это концовка, да? То есть вот такая концовка получилась у нас. Ты серьезно? Мы прошли игру? Мы просто выбросили таблетки и будь что будет, получается. Просто будем дальше жить. Пока не умрем. В смысле, подожди, так он застрелился, получается, да, в конце? Капец, он в конце застрелился. Блин, да все потому, что я запутался. Я... Он застрелился в конце, блин, это хреновая была концовка. Окей, Ви. Ты так хотел в посмертии? И как там тебе теперь? У нас-то внизу все херово. Ничего нового. Может, даже и хуже стало, чем было. Может, если бы я больше тебе помогал, все кончилось бы по-другому. Больше позитивной энергии. Да, надо было на одном дыхании игру проходить. Нам будет тебя не хватать. Я просто немножко подзабыл. Два дня не записывал. Когда другими играми увлекся. Нужно было снимать. О, боже мой. Блин. Я не знаю. Ну, типа, я думал, будет продолжение. Я вам все время тебя вспоминаю. Так хочется с тобой поговорить. Да ладно. Вот я ей решила позвонить. Ты меня знаешь пару дней только. Это тупо, конечно. Да, конечно, тупо. Раньше люди вообще разговаривали с надгробиями и нормально. Да ты меня... Ты меня не так хорошо знаешь, я так понимаю, да? Она это мне говорит, Ви? Если уж говорить честно, я постоянно этим иду. Да ну! О том, что ты сделал. Да я хотел бороться. Я думал, типа, выкинем таблетки и дальше будем жить. Мать его. Я не хотел суицида. Я не понял. Я запутался. Я тупой. Потому что... Что будет, когда? Я... Блин, ну что такое? Блин, ну если бы ты любила, сказала бы, не знаю. Хотя мы и знали друг друга совсем немного. Привет, Ви. Кстати, вот это мне больше нравилось. Я хотела сказать, я правда надеюсь, что есть какое-то посмертие. Загробная жизнь. Знаешь почему? Потому что там мы сможем когда-нибудь снова увидеться. И тогда ты пожалеешь, что мы вообще познакомились. Как ты мог так поступить? Да я не хотел! Я не хотел! Ты вообще ни о чем, да? Да, я тупой, мать его. Я столько для тебя сделала. Я ради тебя старалась, а ты... Поступил? Чем ты мне ответил? Любовками кверху и стук, да? Мать его, я не хотел умирать, правда. Я хотел выкинуть, мать его, эти таблетки и дальше жить. Ты попал в Атвий. Ты этого заслужил. О, боже мой. Ну не было выбора стрелять или нет! Был выбор выкинуть эти грабанные таблетки и просто жить дальше. Я не думал, типа, я застрелю. Ты, наверное, никогда не услышишь это сообщение, но... Это... Это был непринужденный суицид. ...друга рацио, что и не снилось нашим мудрецам. В конце концов, это был твой выбор. Ты сам решил, что для тебя лучше. Мой выбор был выкинуть таблетки и все! А не стрелять тебе в голову. Не, ну если 500 лайков соберем, я второй раз пройду. Игруха. Блин! Вот я не хотел этот вариант. Я не хотел этот гребанный вариант выбирать. Я просто выкинул эти гребанные таблетки и просто, ну, типа, жить дальше. А, боже мой. Такая вот концовка, в общем. Собственно говоря, почему бы нам другие варианты не попробовать? Ребятки, let's go, погнали! Следующие варианты. Вторая концовка Cyberpunk 2077. Давайте это сделаем. Ну, сначала подойдем к Виктору. Слушай, а кто бой-то выиграл? О, значит, и слышал. Он поднялся? Волж? Нет. Как всегда. Как это? Это повтор. Я часто его пересмотрю. Повтор? А чего ты тогда так бесился, если заранее знал, кто выиграл? Хе. 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 Я просто пытаюсь понять, когда Волж совершил ошибку. Анализирует. Что думаешь? Он вышел против более сильного соперника. Но все-таки немного странно называть это ошибкой. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Так, а если мы не... Имя лекарства и вперед. Окей. До победного. Хорошо. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. С тобой нельзя поговорить? Удачи. А если мы не просто не возьмем таблетки, а выйдем? Так нельзя? То есть таблетки взять нужно обязательно. По-другому, видимо, никак. Я вот тут пытаюсь выйти. Жалко, он не бегает. Там ворота. Ну, тут все-таки все, наверное, закрыто, скорее всего, будет, да? Мы так просто не выйдем. Нам в любом случае нужно будет принять таблетки. Да. Так, ну, окей, погнали. То есть теперь мы съедим эти таблетки. Опять левитирующая сигарета. Какого черта, смотрите. Так, берем таблетки. Пистолет лучше бы не брать. Вот надо было взять таблетки, пистолет не брать и выкинуть таблетки, чтобы с ней сострелиться. Так, ладно. Все. Красивый плакат на Сайли Фейс, похоже. Такие голубые волосы. Круто. Ну что ж, давайте попробуем. Что будет если другой вариант мы с вами выберем? Так, в тот раз мы выбросили таблетки, но сейчас мы, сейчас мы выпьем их. Это не лучшая мысль. Забудь, что я сказал. Так, надеюсь, Арасака не подведет. Давайте. Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было. Твою мать, да что ж ты такой упрямый. У тебя научился. Ну, давай. Другой вариант еще хуже. Я не хочу ссыкнуться. Ты уверен? На 100%. Но закатиться уже не получится. Да, уверен. Так, принятие мега-блокаторы. Делаем это. Да, ребят, давайте. Так, ну, психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Ну уж точно нет, не пожалею. Когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. Ну, давай. Это лучше, чем суициднуться. Да? Или что это? Это встречи в Микуши. А, типа я ускорил процессы? Я не понимаю. Ну все, я один. А, все, он ушел, да? Позвонить Ханака и принять предложение. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Олке. Не можете уехать? Да. О моей безопасности заботятся его люди. Так, тут надо прямо обдумывать все. Он что-то подозревает? Скорее всего, его доверие ко мне пошатнулось. Не вижу иной причины удерживать меня здесь. Так. А что дальше? Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора. Клиники. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату, Воросака Тауэр. Так, ну окей. Все же лучше, чем суициднуться, мать его. Так, по крайней мере, мы еще живы, да, ребят? Почему я сразу это не выбрал? У нас какая-то нелепая быстрая концовка была. Добраться до эзотерики Мисти. Погнали. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи. Подождем вместе. Так, ну окей. На всех случаях сохранимся. Давай поговорим. Так загадочно улыбаешься. Раз ты все равно ждешь, может тебе погадать? Давай. Окей, давай. Че со звуком, мать его? Я говорю, то звук пропадает, то либо тих, либо слишком громкий. Она... Ты уже гадаешь? Я не понимаю. Некоторые считают, что неопределенность это зло и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее, это его будущее. И наоборот. Я придумал. Ладно, начнем. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут. Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Окей. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это сто процентов, Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Дьявол. Ха, у тебя случайно нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол – значит подчинение. Потерю контроля – это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна – это тайна. Таинственный Джонни. Уже приехали за мной, кажется. Это, кажется, за тобой? То есть, мной хотят помыкать. Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Так, остальные варианты еще хуже. Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей, нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. А ты не знаешь был, какой первый вариант был еще хуже, мать его. Видела бы ты. А потом плакала. Вот, значит, куда попал секретный прототип Арасайка. Очаровательно. А где ваш рипер? Гадает на крысином помете у помойки? Пошел в задницу. Я нагадал, что на бюджет ему. Все верно. Только что нагадал, что я тебе челюсть сломаю, гнида. В прошлый раз это помогло. Помнишь? А, так он выжил! Он выжил! Он выжил! А еще я помню, о чем мы потом говорили. О конструкте личности, которая может влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы Воросака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Воросаке. Интересное стечение обстоятельств. Не находишь? Так, Джонни устроен, я Росаке не враг. Я теряю время. Но ничуть не интереснее твоей паранойи. Ты правда думаешь, что я вас подставлю? Пока не знаю. Но я буду за тобой наблюдать, обещаю тебе. Ну, пойдем. Так мы можем правду потом сказать. Мы внедримся к ним и все-таки скажем правду. Может быть так сделаем? Ну ты же ведешь машину? Ни кто из нас не подписывался. Меня доставляешь? Доставляешь. Значит, ты водитель. На данный момент. Черт, значит. Ну давайте посмотрим. Мне самому интересно. Все же это лучше, чем покончить жизнь. Я, наверное, уже достал вас. Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузина Росаке. Но охрана все равно нас провели. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно. Ничего не делай. И все пройдет гладко. Все. Да хрен тебе! Поехали. Возиться тут еще. Ты же правый. Ты чего? Совсем с ума сошел? Послушал тебя и сделал наоборот. Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно. Развлекайся. Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Окей. Ханака? Я в спальне. Центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Так точно. Ага. Нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Так, ну я так понимаю, по идее можно уже прокачаться, да? А, мы только один раз можем. Давайте силу, типа здоровья, чтобы было побольше. Плевое дело. Так, валим, валим, валим. Вперед, вперед, вперед. Так, ну-ка, отойдите. Нравится? Другое дело. Подберем. Что, давайте всех устраним. Знаете, что мы можем сделать? Здоровье увеличить. Рюкзак, идем сюда. Пельмешки давайте съедим. Это нам даст 5% к восстановлению здоровья, да? А, я не могу сейчас это сделать? Почему? А мне это надо. Наверное, потому что бой не идет, да? Легче простого. Так, что здесь? Соберитесь, не зевать! Да хрен тебе. Так, обезвредите остальных охранников. Что там, сколько осталось? Проще простого. Тебе конец! Да-да, ты прав, тебе конец. Где ты? Где он, на тело? Только не говори, что ты забаговался. Блин! Это ты есть, что ли? Да ты шутишь. Ты за это заплатишь! Я не могу пролезть. Стекло мешает. О, другое дело. Ты жив, что ли, еще? А, теперь все. Так, окей. Ведь я опять подобрать не могу. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Сегодня грустный день для нашего города. Вы еще не закончили. Вам надо успокоиться и взять себя в руки. Нет, не надо. Дело не в этом. Дело не в этом. Точная причина смерти пока неизвестна. А в чем тогда? Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю, вы, я и Хельман три человека. Ну, два с половиной. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утишь? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Так, ну садимся. Ладно, после вас. Хорошо. Садись. Окей. Хорошо. Сели. Я прощаюсь. И у вас нет. Она так на меня смотрит, смотрите. Краем глаза. Не доверяет. Думает, сейчас выкину что-нибудь. Ну, полетели. Я, по-моему, первый раз вообще летаю в этой игре, если не ошибаюсь. Фигасе, ты залпом. Не слишком ли рано, Раз, два. Боится чего-то. Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Так, могу выпить, нет? Да, у меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. Тоже все в порядке. Могло быть лучше. Что именно? Я иногда... Отключаюсь. Хельман? Могу предположить. Его центральная нервная система отмирает. Удивительно, что он вообще до сих пор может ходить. Нам надо спешить. Понятное дело. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У нее буфера в этом подвигались. Это было забавно. Че-то медленно мы летим. Ну, управлять это штуковиной. Может, он ускорится? Мы только еще долго лететь будем. Или мы уже прилетели? Может быть, вы чем-нибудь скажете? То есть, откуда у меня эти шрамы? Вот эти вот четыре. Какой-то чип, что ли, вставляли? Красивая веточка у вас в кувшине. Все-таки молчаливые. Ладно, давайте помолчим. Я даже не знаю. С другой стороны, это слишком скучно будет. Если вы не говорите, придется говорить мне. Да уж. Мы же можем пропустить поездку, да, по идее? Вот на машине мы могли пропускать, а тут почему-то не можем. Странно. Очень долго мы поворачиваемся. Очень долго. Да, надо было, наверное, выпить. Быстрее время бы прошло. Хотя, я не пью. Ну, в смысле, в жизни. У тебя уже все готово? Вполне. Че-че? Как? Как? Что это, мать его, было такое? Мы через дом летим. Ворота даже не открылись. Вы это видели? О, боже мой. Ой-ой. Твою мать. Опять. Он выдержит? Должен. Все нормально. Конечно. Даже ворот никто не открыл. Это было очень странно. Сюда. Давай еще пробежим. Смотри, она бегает. Это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Токамурой, кажется, он был. Плав. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет. Пока не понимаешь. Как и все они. Так, давайте сохранимся. Что-то я боюсь. А куда мы идем? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской... Ну так что? И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Ну так что... Прошу прощения. Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки. И хватит ли у них смелости признать свою ошибку? Так. Я бы не стал особо на это надеяться. Мои показания ни хрена не стоят. Да и у вас тоже с вескими доводами проблемы. Рано еще говорить. Идем. Ну, пошли. Куда наверх? Подождите. Мы ждем. Все зашли. Поехали. 35 этаж, что ли? Ничего себе. Мы едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. С кем? С отцом. И что же он тебе посоветовал? Сядь, пожалуйста. Мне нужно подготовиться. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Он все копировал? Все для деталей. Что-то еще какое-то оружие копировал, да? Он какое-то оружие скопировал. Или что? Отец. Отец. Это он. Ты обыкал мою компанию. Вот это ни хера себе. Хм. Ты помог похитить мою дочь. Ты стал вестником погибели моего сына. Можно подумать, что ты ненавидишь Арасуку. Подожди, подожди, стоп, 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 стоп. Ну нафиг. Невозможно сохранить. Ладно. Блин. Зачем ты здесь? Давай спросим, зачем он здесь? Зачем я здесь? А зачем я здесь? Я хотел увидеть себя своими глазами. Серьезно. Порой многое зависит от самого обычного человека. Меня всегда это удивляло. Жизнь, смерть, а между ними стекло. Но мы над этим работаем. Делаем границу все тоньше и тоньше. Ты стал частью этого процесса. Наверное, тебе следует благодарить. Тебя. Угу. Я не планировал вам помогать. Я забочусь только о себе. Не очень-то хочется окончить жизнь за стеклом. Грань между отвагой и наглостью столь же тонка. Не будем больше тратить время. Я готов, Ханака. Пора начинать. Меня убьют, что ли? Отец. Вытащат чип? Чего хотите сделать? Мы можем идти. Да, пойдемте уже. То есть, отец живой в компьютере, да? Я так понимаю, его чип живет в компьютере. Джонни, не надо. Ну, так же, как Джонни во мне. А Джонни-то че хочет сделать? Да, лучше поторопиться. Я чувствую, что скоро загнусь. Давайте быстрее. Да, давайте. Впереди самое трудное. Окей. Я готов. Это ваши люди? Можно и так сказать. То есть? Я не знаю, насколько они верны именно мне, а насколько моим деньгам. Да в вашем случае это одно и то же. Ты всегда до боли искренний. Фу, как же тут красиво. Вау. Природа. Что бы их не держало? Главное, чтобы они стреляли в нужную сторону. Да, но только в крайнем случае. Когда совет директоров решит, что мы несем полную чушь? Если, а не когда. Слушай, а мне здесь тратится? Я бы здесь жил, смотрите. Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. Окей, хорошо. И ничего не говори. Пока я не попрошу. Что бы ни случилось, слушай меня. Хорошо, я понял. Будем слушать тебя. Раз уж мы подписались на это, давай попробуем сделать так. Блин, какая тут красота. Дать показания перед всеми. Я опоздала. Прошу прощения. Ханака? Ну, здравствуйте. Что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Аросака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханаку. Может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Окей, это место брата, да? Я не позволю вытирать об себя ноги. Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу. Хе-хе. Смотри, не уходит. Это просто не слышно. Большое спасибо. Я более важная шишка. Хе-хе, теперь. Йоринобу убил мы его. И воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом? Все вы. Потрясающе. Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Так. Она говорит, правда, я видел ее. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Юринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Вот почему он не пришел сюда. Он понял это. Это серьезное мнение, но голословное. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. Чип-то сохранился. Он живой получается. Он в компьютере живет. Разум. Его разум живет. Что вами двигало? Детская наивность или обыкновенная опрометчивость? Что бы это ни было, вы заслуживаете своих должностей. Вы не заслуживаете своих должностей. Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Баретто, помнишь, что я сказал, когда узнал, что ты боишься войны с Мелихе Тихехом? Каким-то. Тебе не хватило трех вещей. Уверенности, ума и стержня. Как я вижу, ничего не изменилось. Это... это он. Аджи Исама, что нам теперь делать? Все, что прикажешь. Относитесь к каждому ее слову так, как будто произношу я. Все слушаем теперь ее. Теперь она идет. А что, все покраснело? Вон они идут. Да вон идут же. Я же сказал, идут, мать его, тупые. Я же говорил вам, идут, идут. Почему меня не слышит никто? Бадабум. А? Да, да, я понимаю. Нейтрализовать нас. О, большие потери. Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Почти все погибли. Я соберу людей и возьму под контроль Арасака Тауэр. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего атриума. Оттуда можно попасть на этаж Юринобу. Он нужен мне живым. Живым? После всего этого? Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Эй, в смысле пальца? Можно я его застрелю? Ну, просто из глушака. Он же не умрет, по идее. Ладно, идем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так, ну мы дошли, да? Невозможно сохранить во время боя. Что, еще бой разведет? А, да, идет. Ладно, поехали. Может, что-нибудь другое оружие возьмем? Снаряжение. Так, что бы такое хорошее-то взять? Есть еще пистолет? Давайте вот этот возьмем пистолет. Можем глушитель, кстати, на него надеть. Ммм, этот прям... Слушай, это тоже шикарный. Давайте пистолетиков понаберем. Вот так возьмем. Все, больше ничего на него не ставится. Все, с пистолетами будем ходить. Вау, какой револьверчик, е-мое. И вот такой есть. Патроны же разные, да? В конце коридора будет атриум и лифт. Будь осторожен. Мне сказали, что на этом этаже идет бой. Сдавайся сейчас же! А че он-то умер? Так, неужели сохранились? Слушай, хорош пистолет, не обрянется, прям подрялся. У меня проблема. Они отключили все лифты. Мои люди сейчас отбивают пункт управления. Иди к центральному лифту на третьем этаже. Быстро. Блин, хороший. Мне прям нравится. Не зря после этого прокачивал. Так, ладно, идем. Можно с этим погонять. Хорошо. Еще одна лестница будет на другой стороне. Быстро, быстро! Не, вот это хорошее, особенно надо поменять, я думаю. Так, снаряжение. Все, меняем прям. Все, меняем на чем-нибудь другое. Дробовики довольно-таки хорошие. Только какой взять? Вот в чем вопрос. Какой взять? Давай, допустим, вот тебя возьмем. Пока что. Не знаю, может там что-то лучшее есть, конечно. Но это долго выбирать. И давайте сюда что-нибудь поставим. Может вообще какую-нибудь катану? О, 513, нифига себе единиц. Давай катану возьмем. Он ранен! Найс. Катана хорошая, слушай. Шикарная катана. Так, простая девочка. Так, нам сюда, я так понимаю, да? Нет? Нам еще выше? Да, еще выше нам. Он враг корпорации. Поберегись! Обожаю пистолеты. Проблемы ищешь? О, да. Блин, катана классная. Нам сюда, да? Я сняла блокировку. Будь осторожен. Скорее всего, люди Юриногу уже ждут. Я присоединюсь к тебе, когда ситуация нормализуется. Окей, я понял. 2067 год. Телохранители Зарасаки заслоняют императора Японии от пули утирцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Служба разведки Арасаки ликвидирует группу боевиков, которые проводили террористические акты в Ри... Су-де-Жанейро. 2076 год. Скоро тебе начнет помогать на бранд разведки Арасаки. Убей или будь умеен! Боже мой! Фитка себе. Охренеть, я в шоке. А кто не помогает? А все, их перебили. Охренники вне игры. Впереди большое помещение. Мой брат поставил там лучших людей. Вы знаете, что делать. А мои нетранеры разобрались в Белиз. Можете идти дальше. Не, вы видели? Турельки по тебе помогли. Взломали. Взломали турельки и просто всех перебили. Хорошо было. Упрощать мне жизнь никто не будет. Вон он! Вон он, блин! Вот с кем я хочу сразиться. Иди сюда. Идем смешер. Я так и знал. Иди сюда. Да, нравится? Я не могу ничего сделать! Куда тебе домить? Ха-ха! Ты пощади воду! От тебя ничего не остается! Побежал! Испугался, да? Я знаю, в чем проблема, ребятки. Я перегружен, оказывается, да? Так, что в реакции? Реакцию, кстати, можем улучшить. Давайте силу уже прокачаем до 12. А в реакции можно короткоствол прокачать. В принципе, да? Перезарядка. Либо же... Вероятность критического попадания. Давайте крит прокачаем. Я думаю, что такое? Почему я так медленно хожу? Блин, у меня... Я просто перегружен. Мне надо продать что-нибудь. Просто все подряд продаем. Уже вообще пофиг на оружие. Все продаем. Я перегружен был. Поэтому я медленно бегал. Офигеть. Чуть не погиб из-за этого. Опасно было, конечно, опасно. Прям все оружие продаю. Так, ну все, сейчас получше должно быть. Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Валим, валим. Хера себе тут. Уходим. Да что происходит-то? Почему я опять не могу бегать? Стамина у меня закончилась, что ли? Там какой-то пулемет, по-моему, кстати, был. А может, что-нибудь съесть сможем? Фигеть, я не ожидал такого, ребята, расклада. Так, это все можно продавать. Интересный пистолет довольно-таки. Есть даже легендарный. Ну, блин, он так себе, конечно. Так, смотри, что у нас есть. У нас еще есть. Рюкзак у нас есть, рюкзак. Тут можем что-нибудь скушать. Пельмешки, допустим, могу? Нет, во время боя нельзя, казалось, ничего есть. Печально, конечно. А потому что у меня пулемет был. Блин, что-то ли сердиться не можешь. Как кренушка тебе. Кто снял меня? Он говнюк. Ходим, ходим, ходим. Так, я знаю. Возьмем давай катану. Катана. Да ты сдохнешь когда-нибудь? Валим, 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 валим. Прикончим. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Здесь доступ разрешен. Блин, ну это было нелегко, правда. Вначале было легко до половины его здоровья добить. А потом уже сложно. Погнали. Катана с отчетом. Вот это прям очень хорошая катана. Не помню откуда она у меня. Но вот именно, вот это самая лучшая прям катана. Посмотрите, что она делает. Посмотрите, бам, по мрамору. Или что это? Охренительно. Ой. Чуть не по себе немножечко. Я почти... Пришел. Я тоже. Помню. Причинять ему вред запрещено. Помню. Оставлю... Эту честь вам. Так, заходим. Жестоких забав. Жестокий конец. Это твое платье, что ли, бать его? Какого черта? Офигеть. Это моя сестра. Вот чем ты здесь занимаешься один. Пока никто не видит. Так, ладно, она скоро придет. Это твое право. Скоро будет здесь. Мне велели за тобой приглядывать. Так что давай без фокусов. Каких фокусов? Я все испробовал. Все до единого. Так, оттолкнуть. А это... Тебе не нужно. В нем одна пуля. И она не для тебя. А, он хотел убить тебя. Что ты видишь? Так, того, кто проиграл. Или что это такое? Я не понимаю, что такое. Того, кто проиграл. Одного? Я вижу миллионы. Киото. Дубай. Париж. У них был шанс. Он упущен. Сигнал потерян везде. Шанс. Шанс на что? Забыть свой страх. Ты бредишь? Ты что, совсем сбрендил? Нет. Страх. С тех пор, как себя помню. В одном ему нельзя отказать. Он знал, как вызывать страх в людях. Собора. Однажды он мне сказал, любая ценность – это лишь флаг на ветру. А ветер – это страх. А потом он тихонько дунул мне в лицо. Тогда он ошибся в первый раз. А впрочем, это работало. Его боялись. И боятся. До сих пор. Этих клубцов испугал мертвый дед из коробки. Мерзость. Ты их всех убил, мать его. Если бы не ты, я бы все это изменил. Ты ничего не изменил. У тебя даже хватило смелости собрать свою банду. Но ты ее бросил. Забыл свои мечты, принципы. И все ради власти. Власти? Правда. Власти. Пятьдесят лет назад террористы взорвали это здание. Да. Я слышал. И? Что это дало? Немного. Ничего. Но урок усвоен. Если мало взрывать бомбы, что остается? Самому стать бомбой. Чувак реально сбрендил. Короче. Ну его нафиг. Он сумасшедший. Параноик. Им надо в птикушку. Какие каблучки. Ё-моё. Вы посмотрите, какие каблучки. Офигеть. Интересный. Скоро появятся в продаже по-любому. Офигеть. 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 Спасибо тебе, Ви. На этом всё. Стоп. Ещё нет. Я выполню то, что тебе обещала. Ты пойдёшь с Хельманом. А вы? Ну а вы? Я должна остаться с братом. Пойдём. Посмотрим, что с тобой. Всё-таки она выполнена обещание, да, своё? Если я отойду, конечно. Судьба – ветреная дама, правда? В каком смысле? Всю свою жизнь с чем-то борешься, а потом становишься этим самым чем-то. В прямом смысле. Там что-то происходит. Всё хорошо. Никки, ты не понимаешь? Тебе пора отдохнуть. Всё? А ну быстро вернись. Слышишь, я не шавка, быстро вернись. Я хотел диалог послушать ихней. Бесишь ты меня. Ты с самого начала не нравился. Хорошо, что я тебе накостырялся. Чего стоим, кого ждём? Нажимай уже кнопку. Отправиться в последний путь. Давайте сделаем это. И опять я вырубился. Слушай, какие-то шаги. О, где это я? Боже мой. Офигеть, как здесь красиво. Пикселить сильно. О, тихо, тихо, тихо. А упасть нельзя? Свет в конце туннеля. Вон оно, как это всё выглядит. Ничего себе. Я живой или я уже мёртвый? Непонятно. Надо идти дальше. Просто красота. Поднимаемся по лестнице. Там кто-то стоит. Джонни, ты? Смотри, всё получилось. Джонни, Ханака не обманула. Вот смотрю я на тебя. И вспоминаю, как мы встретились. И до сих пор вижу перед собой всё того же дешёвого наёмника и мелкого вора, который витает в облаках. Ничего не изменилось. В смысле? Хоть сейчас не веди себя как мудак. Господи, хоть сейчас не веди себя как мудак. Ты сейчас мне кое-кого напомнил. Прежний Джонни тоже мог с лёгкостью предать любого. Ему, в принципе, было поебать на весь мир. Погоди-ка. Тебе кажется, что я тебя предал. Хуже. Гораздо хуже. Ты предал сам себе. В смысле, почему? Не имеешь права меня осуждать. Ошибаешься. Диочип перемешал не только наши воспоминания. Граница, разделявшая Ви и Джонни, уже давно, так сказать, стёрлась. И поэтому ты можешь мне мораль читать? Офигеть. Я та часть Ви, которая плакивает Джеки. Который орёт на Брижит. Я та часть Ви, которую мучает совесть. А ты, Ви? Кто ты? Я тот же Ви, который умер на свалке. Я Ви, который пришёл не умирать. Уставший печальный человек, вот кто я теперь. Я человек, который добился своего... Эх, Ви. Я Ви. Который хочет жить. Да, понял. Чё ты скажешь? Офигеть. Джонни тоже все свои поступки этим оправдывал. Жить вообще гораздо легче, если не оглядываешься назад и не думаешь о других. Просто шпаришь вперёд и глядишь смерти прямо в глаза. Ты тут не единственный бунтарь. И не единственный, кто из-за этого наделал ошибок. Нас теперь не разделить. Ты и я одно целое. Если ты решил мне что-то сказать. А мне нравится. Значит, тебе самому важно эту услугу. Теперь у меня появилась вторая личность. Довольняки неплохая, прошу заметить. Так, я просто... Болтать с тобой. Так, просто поболтать с тобой как раньше. Мне хотелось, чтобы мы расстались с друзьями. Я хочу всё объяснить. Пришло время попрощаться. Нам больше не о чем разговаривать. Просто поболтай со мной как раньше. Просто хочу поговорить в последний раз. Как раньше. Я тебя слушаю. Джонни. Я лежу в операционной. Хирурги Арасаки в эту минуту вынимают из меня чип. Ты же знал, что этим кончится. Знал, что придет день, когда я снова захочу жить своей нормальной жизнью. Да не будет никакой нормальной жизни. Они просто сейчас вырежут кусок. Из нас. И эта пустота останется уже навсегда. Нет никогда нас. Так, нет никаких нас. А что мне оставалось? Мы так и договаривались. А что мне оставалось? А какие были варианты? Ну, остаться верным себе. Подумать о ком-то кроме себя самого. Если тебя парит, что ты снова угодишь в тюрьму Арасаки, то не переживай. Тебя просто сотрут. Ты не понимаешь, что ли? Дело не в Арасаке. И даже не в жизни и смерти. В чем же тогда дело, Джонни? Просвети меня. Дело в принципах, Ви. Только в них. Даже если ты сменишь свое тело на хром, или всю жизнь просидишь в брейндансе, а тебе будут судить по правилам, которые ты себе установишь. Потеряешься, они покажут путь. Расклеишься, они быстро склеят тебя обратно. Это заветы, по которым жил великий рокербой Джонни Сильверхенд? Этому Джонни научился у Ви. У прежнего Ви. Я не могу его так просто послать. Давай не будем затягивать прощание. Может, еще увидимся, Джонни? И... Спасибо за все. Если бы не ты, я бы сдох. Наверное, не раз. Да, нахуй я. Блин, а какие еще есть варианты? Я не знаю. Умереть самому, чтобы Джонни жил дальше? Помнишь, Декс тебя спросил? Тихая жизнь или лучи славы? Конечно помню. Жаль, что ты выбрал неправильно. Очень жаль. В лучи славы надо было выбрать. Ну что, он даже это вспомнил. Это вообще в начале было. Это в начале меня Джонни спрашивал. Джеки спрашивал. К тому же многие функции мозга еще не восстановились. Нервные импульсы перенаправлены на нейропроцессор. Это временная мера. Когда мне ждать полный отчет? А что так фиолетово? Блин, ну я жив. Еще раз поздравляю с успешной операцией. Успешная операция, да, ребят? Вау. Клиника Аросаки, я выжил. Я выжил. Что, Джонни? Где это? Где Джонни? Вам больше ничего не угрожает. Конструкт был удален из всех ваших инграмм. То есть? То есть мы его стерли. Я... я слышу... Красный? Что? Это переходная синестезия. Пришлось создать новые связи в вашем мозге. Меня сейчас вырвет. У меня... Что-то с памятью. Как я тут оказался? Некоторые воспоминания утрачены, какие-то потом вернутся. Вам нельзя нервничать. Нейропроцессор и так перегружен. Любые стрессовые реакции ухудшат ваше состояние. Так. Я все еще ви? Я... Я все еще я? Я... Я... Умер. Дважды. Все в порядке? Нет. Кто я? Я чувствую пустоту. Ну-ка, кто я? Я... Кто я? Пожалуйста, выведите пациента. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Журнал. Мы не знаем, когда и как начнется восстановление. Удаление опухолей проходило сложно. Труднее всего далась операция на энграме. Пойдемте. 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 Следовать за охранником. Даже в Киото. Чего? После песни кукушки. Тоска по Киото. Дед я всегда буду так видеть все в красном. Пожалуйста, отдохните. Скоро к вам придет доктор. Окей. Что-то мы даже не осмотрелись. Я только проснулся, уже опять ложусь спать. Киото вернется. Это конец такой? Иди сюда. Еще нет. Кто это? Это Джонни был или кто? Я тебя жду. Это Джонни, мать его, это Джонни! Ты серьезно? Да как так-то? В смысле они не вырезали? А что случилось? Это сон. Это всего лишь сон. Этого быть не может. По-моему это сон, ребята. Джонни нет. Куда ты падаешь? Да, это сон, это сон. Приснилось. WNS сообщает экстренную новость. Сабура Арасака до сих пор жив. Он воскрес в теле своего сына. Генеральный директор, скончавшийся несколько месяцев назад, объявил о том, что его сознание перед смертью было полностью скопировано. Оказалось, его сознание поместили в тело его сына и наследника Йоринову Арасаки. Вон оно как теперь. Офигеть, куда мы катимся? Приветствую вас. И у деда была любимая поговорка. Упавшему цветку не вернуться на ветвь дерева. Обретя сознание, человек живет в постоянном страхе смерти. Главный и самый древний страх человечества побежден. Я Сабура Арасаки. Стою перед вами. Я живой в теле своего сына. Охренеть! Такого будущего мы хотим, ребята. Чтобы в нашем теле жил наш отец, я не понимаю, или кто-то другой? Читайте обязательно. Мое отсутствие Ери Набу принял ряд решений, направленных на трансформацию компании. Они были ошибочны. Под моим руководством корпорация Арасака вернется к своим корням, а корни нашей компании могут сокрушить даже самую прочную скалу. Спасибо. Сегодня воистину исторический день. Сегодня технологии сотворили чудо, которое обещала нам церковь. Сабура. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. А как же доброе утро, или у меня хорошие новости? Сегодня по плану серии исследований. Следуйте указаниям. Исследование теменной доли. Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. Какой текст? Пожалуйста, включите сканер Кироши и прочитайте текст. А разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Достаточно. Проверка когнитивных функций. Это головоломка. А что 4 кубика? Можно было по 9. Прикольно. Ну я не до конца собрал. Какого черта? Пожалуйста, подключитесь к устройству. Тест на создание представлений высшего порядка. Пациент готов к обследованию. Что за приспособление? Оно измеряет скорость реакции зрачка. Какого еще высшего порядка? Операции на инграмме связаны с риском дезориентации личности. Данный тест ее выявляет. Что эти тесты должны тестировать? Запуск настройки устройства. Называйте ассоциации со словами. Говорите первое, что придет в голову, не задумываясь. Путешествие. А путешествие... Джонни. Дом. Джонни. Враг. Я. Принципы. Джонни. Предательство. Я. Я. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. Что такое? Уровень вашей эмпатии. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат, сгрудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. В смысле так нет. Что со мной? На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Так. Ясно. Данные получены. Какой итог? Посмотрим. Я слишком многому Джоди сказал. Метка моторных функций. Встаньте на беговую дорожку. Моторные функции. Подключитесь к устройству. А что это за исследование? Пожалуйста, идите. Постепенно ускоряйтесь. Черт. Ой. Наверное не стоило это делать. Встань. Джонни? Это опять Джонни. Уходи отсюда. Опять Джонни. Он все еще со мной. Капец какой-то. Ну ладно, уходим. А я смогу выбраться? Найти источник шума? Охранник. Он спит. Подожди. Это Джеки? Он живой? А что с ним? О, черта. Что происходит? Бред какой-то. Новости на 54. Я Джиллиан Джордан. Мир по-прежнему бурно обсуждает тот факт, что Сабура Арасака внезапно воскрес в теле своего сына Юринобу Арасаки. Опять это. Письмо протеста против такого воскрешения подписали религиозные лидеры, известные правозащитники и главы компаний из списка Вирту 100. Это чудовище, порожденное гордыней, технократической спесью и окончательным падением нравов. Вот наша позиция. Захват власти Сабура Арасака является явным нарушением международного права. Международный суд, безусловно, обязан вмешаться в это. Хотим ли мы жить в мире, где богатые и могущественные станут бессмертными? Где они смогут отбирать у бедных не только средства к существованию, но даже их... Вы не боги! Ну, понятное дело, что сбунтуется. Вы не боги! Они могут вечно жить, богачи, теперь. Представьте себе, постоянно будет какой-нибудь президент у нас один тысячу лет править. Конечно, неправильно. Проходящий в корпорации Арасака не касается никого, кроме сотрудников корпорации Арасака. Я не спрашивал разрешения на то, чтобы родиться, в разрешении на воскрешение. Я тоже не участвую, не нуждаюсь. Обвинения в том, что я убил своего сына, пословны и не имеют под собой никаких юридических оснований. Обмен телами по взаимному согласию может рассматриваться в рамках закона, как акт пожертвования, а значит не может быть квалифицирован как убийство. При убийстве тело проходит через биологическую смерть, однако, как видите, жизнь в этом теле по-прежнему сохраняется. Пожалуйста, приготовьтесь. Мы скоро начнем. Может, уже есть какие-нибудь результаты? Нет, мы еще не закончили. Сегодня начнем новую серию тестов. Нафигеть. Ладно, давайте. Чего тянуть? Проверка когнитивных функций. Опять? Решите головоломку. Ну, Джоли все-таки в моей голове, он говорил, чтобы я сбежал отсюда. Не получилось. Идем дальше. Подключитесь через личный порт. Тест на создание представлений высшего порядка. Я обманул, я не подключил порт. Пациент готов к обследованию. Почему я не могу собрать ебаный кубик? Это я и стараюсь установить. Опять то же самое. Нужны очень точные данные. Ладно, поехали. Настройка устройства. Называйте ассоциацию на каждое ключевое слово. Первое, что придет в голову. Понял. Болезнь. Болезнь. Город. Город. Мятеж. Джонни. Джонни. Я сама. Я сама? Пустота. Сегодня. Ад. Пустота. Пустота. Или одиночество надо было. Завтра. Смерть. Город. Я случайно, я не знаю, что город. Я в город хочу завтра выйти уже. Вы на кукурузном поле. Вокруг зелень до самого горизонта. Солнце слепит вам глаза. Слепит. Вы идете по полю, раздвигая стебли. На вашем пути оказывается участок, где проехал комбайн. От жары у вас сухо во рту. У ног вы замечаете гнездо полевых мышей. Машина вспорола мягкую почву. Вы видите слепых новорожденных мышат. Сбудившихся вокруг разрезанного пополам тела матери. Они лежат симметрично, словно крошечная роза. Ваш рот начинает наполнять слюна. Я... так. На землю надвигается тень. Первая в этом году дождевая туча. Данные получены. Можно переходить к проверке моторных функций. Пожалуйста, встаньте на беговую дорожку. Окей. Какая долгая концовка, слушай. Может, я на это подписался. Ну, Джонни, как будто бы посмешнее в моей голове, но очень... Он только может общаться, появляться он не может. Моторные функции. Личный порт. Что, прошлого раза не хватило, да? Начинайте ходьбу. Не буду ничего начинать. Ну, я иду. Пока все не так плохо. Попробую чуть побыстрее. Увеличить на 3. Я... я все. Хватит. Остановить. Ну, я сейчас не вырубился. Хм. Сегодня тесты закончены. Канал связи разблокирован. Можете позвонить домой, на землю. Могу позвонить, ничего себе. Хорошие новости. Позвонить друзьям. По нам. Виктор. Давай по нам позвоним, я хочу. Привет. Ого, давненько я не слышала этот голос. Как ты? Так. Как там у тебя дела? Пересеклась вот с Митчем. Он хочет, чтобы я повесила трубку. Машет руками. Скажи, что это я. Пусть отвалит. Он передает привет. Тебе и твоей уважаемой маме. Короче, я... Я сейчас там, где... Очень хреново. Ну, так уходи оттуда. Езжай домой. Это не так просто. Это тебе только кажется. Какой смысл терпеть то, что не нравится? Прости, Митч злится. Я перезвоню. Давай подойдем, посмотрим на себя, как я выгляжу. Я лысый опять? А, сейчас волосы у меня есть. Так, кому еще позвонить? Сообщение? Я сейчас не могу это сделать. Блин. Не ответила. Привет, как сам? Привет. У меня такой же вопрос. Как там Мисте? После того, как ты пропал, она уехала к родине. Скорее всего, надолго. Прислала открытку из Варшавы. На ней нарисован белый медлитель. Передай ей привет, когда вернется. Да сам передашь. Я теперь без биочипа. Врачи Аросаки? Да. Я на их орбитальной станции. Ладно. Тогда, как вернешься, заглянешь ко мне? Тебе понадобится полный осмотр. Если честно, дела не очень. И что я могу с этим сделать по телефону? Я просто хотел поговорить, Вик. Слушай, ты же знаешь, что насчет поговорить я не очень. А Мистя уехала из города. И что мне теперь делать? Собраться и что-нибудь решить. Мы же знаем, ты вполне себе это можешь. Да. Спасибо за совет, Вик. Так и сделаю. Это че? Так, как не тушитель. А второй раз он не возьмет трубку? Ладно, ложимся спать. Все. Все, ребята, спокойной ночи. Я немножко отдохну. Неужели будет третий тест? Надеюсь, он последний, если будет третий. Я уже устал, честно говоря. А, следующий день. А телевизор не включили. Она пораньше пришла? Так, надеюсь... Я только сейчас заметил, я хорошо вижу, хорошо вижу. Не в красном свете. Экокогнитивных функций. Подожди, а сокрыться можно? Нельзя. А, все, я вижу. Я вижу цвета, теперь нормально. Какого черта? Какого, мать его, черта? Что это такое? Что? Мать его, это такое было? Это был сон. Ну, вижу я хорошо. Продолжение следует... Мой сын Еринобу забыл об этом мудром принципе, он хотел слишком резких перемен. Я постоянно твержу своим союзникам и врагам одну простую истину. Совершенство не нуждается в изменениях. Это был мой сын. Это было не только... Итог. Спасибо. Сабура Арасака и президент НСШа Розалинт Майерс договорились о личной встрече, чтобы заложить основу для сотрудничества. Первый шаг к примирению сегодня сделал генеральный директор Арасаки, выведя из Найт-Сити почти полтора десятка единиц брони. Эй, можно вопрос? Сколько еще осталось этих тестов? Нам нужны очень точные данные. Я так больше не могу. Капец какой-то. Я устал уже. Когнитивные функции. Я вижу, нормально. Головоломка. Сколько дней прошло? Раз! Это третий, четвертый, пятый. Опять я просыпаюсь. Смотри, это вечно продолжается. Я устал. Хватит. Преданность. Джонни. Капец, сколько времени. Я нормально уже продвигаюсь. Вызывайте первую ассоциацию на каждое ключевое стол. Офигеть. Быстро и не задумываясь, да. Человечность. Джонни. Джонни хороший был. Это как будто бы уже прошло, я не знаю, месяц, может быть два. Каждый день. Каждый день он приходит в то же самое время. Говорите быстро и не задумываясь. Вид. Дайте мне поговорить с Ханако Арасакой. Сейчас. Когнитивные функции. Каждый день сколько? Месяц. Я реально уже устал. Это головоломка. Все, стоп, хватит. Сука, ненавижу это место. Мне это надо было сделать. Нахуй вас всех! Это бесит. Я тут уже три месяца, Чалю. Наверное, зря это. Она испугалась и ушла. Ну сколько можно месяц уже? Действительно, сколько можно? Я же просил поговорить. Почему меня игнорят? Сука! Взбесили просто. Все, хватит с меня! Не знаю, стоило это делать или нет. Мне кажется, я бы вечно тут был. Пора вставать. Они этого хотели? О, не ожидал тебя тут увидеть. Ну я пришел в себя. Жизнь полна неожиданностей. Кое-кому стоило бы прибраться. Чего тебе надо? Меня попросили поговорить с тобой. Я так понимаю, ты снова в Арасаке? Теперь уже навсегда. Тебя еще не тошнит от них? От всей этой семейки? Ну не знаю. Арасака всегда добивается своего. У них нашелся хороший проект, на котором я смогу проявить себя и применить свои навыки. Между прочим, он напрямую связан с тобой. Значит, Собура Арасака воскрес в теле Юрия Нобу. В интересное время живем. То есть, ты считаешь, что это нормально? Я полжизни работал, чтобы Собура Арасака мог достигнуть бессмертия. Так что, можно сказать, я привык к мысли о его неизбежном воскрешении. Так. Собура, первый из смертных, кто попытался, стал богом. Боги стоят за гранью добра и зла. Нет, первый был Альт Каннингем. А, какое неожиданное сравнение. Но во многом верное. Ладно, что ты хотел мне сказать? Боюсь, я принес плохие новости. Послушай меня. Операция прошла успешно. Мы сумели извлечь биочип. Но он нанес твоему организму огромный вред на генетическом уровне. Изменил ДНК. Это очень напоминает последствия лучевой болезни. С таким не живут. То есть я опять умру? Значит, я все-таки умру. У нас еще остались кое-какие варианты. Я хочу поговорить с Ханако Арасакой. Боюсь, это невозможно. У нас был уговор. Обе стороны его выполнили. Ты, твое здоровье, твое состояние. Ханако больше неинтересно. Ханако Арасако обещала спасти мне жизнь. Поэтому она отправила меня, чтобы обсудить с тобой варианты. Сколько у меня времени? Примерно полгода. Может, чуть больше. Потом наступит резкое ухудшение. Период перед смертью будет тяжелее всего. Придется нелегко. Блин. Варианты? Какие еще есть варианты? Операция у меня уже была. В корпорации Арасако научились обманывать смерть. Все, что от тебя требуется, это просто нам довериться. Доверился. Другое тело. Я понял. И к чему это привело? Переселиться. У нас существует пилотная программа «Сохрани свою душу». Твоему телу осталось уже недолго. В любом случае, его лучше покинуть. Мы создадим инграмму твоего разума и сохраним ее в Микоше. Как сохранить? Я не могу получить новое тело? К сожалению, мы пока не решили проблему совместимости. Как же у вас тогда получилось воскресить Сабура Арасако? У тебя нет детей. И ультрасовременной клиники, которая занимается только тобой. Откуда мне знать, что это не очередной ваш фокус? Фокус? Откуда я знаю? Может, Арасако хочет наказать вора? Или, может, Сабура нужна еще одна душа для коллекции? Семья Арасако стала равной богам. Ты для них никто. Что? Пыль под ногами. А, значит, это твоя личная месть? Ты всю жизнь вкалывал, чтобы Сабура стал богом, а сам-то остался простым смертным. И в этом мы похожи. Тем более, зачем же мне мстить товарищу по несчастью? Мои хозяева сделали тебе предложение. Давай вернемся к нему. То есть, иными словами, вы предлагаете мне сесть в тюрьму души Арасаки и надеяться на лучшее? Скажи сразу, где подвох? Все наши условия и гарантии подробно описаны в договоре. Если хочешь жить, просто подпиши его. Вот важный момент. Оцифрованная личность по закону не имеет прав, поэтому договор оформлен как отказ от собственности. Временный, разумеется. Нет. Я не хочу быть собственностью Арасаки. В этой программе участвуют известные, влиятельные люди. Ни один пока еще не жаловался. А если я откажусь? Хозяин, барин. Твои вещи уже собраны. Шаттл отвезет тебя на землю. Ты умрешь еще до начала зимы. Это нелегкое решение, я знаю. Не надо спешить. Подумай. Так. Чтобы подумать, надо сохраниться. Сохраниться невозможно. Так. Подписать договор о я хочу жить. Не подписывай договор, я вернусь на землю. Ну тут, я так понимаю, еще будут две концовки. Подписать или не подписать. Договор простой. Без мелкого шрифта. Бояться нечего. Давайте выйдем. Все, нет. Все, я решил. Я возвращаюсь на землю. Домой. Но там ты умрешь. Прощай, Андерс. Предложение было так себе, но... Ты сделал доброе дело. Ты сейчас вообще о чем? До сих пор смерть была для меня неизбежностью. А ты позволил мне принять ее на моих условиях. Я так понимаю, это все, да? Сумка с моими вещами. Кубик. Доделать кубик. Не, я думал, я собрал бы кубик, я оставил бы здесь. Ну, возвращаемся. Неужели меня выпустят? Зевать, что ли? Че ты рот открыла? Какого черта ты закрыла? Ну, типа он вздевал? Далеко от дома? В смысле? А меня вообще отвезут на землю? В принципе, я думаю, меня, наверное, отвезут. Я надеюсь. Я же не буду тут полгода просто торчать. Блин, забавный персонаж все-таки. Да, это вторая концовка. Затяжная. Следующая концовка, когда мы подпишем. Я бы, наверное, вот эту все-таки выбрал. Ну, не знаю, жить... Ну, может быть, она стоила. Я не знаю, ребят. Это сложно. Это очень сложно. Привет, Ви. Ну, привет. Как там земля в иллюминаторе? Я слышал красивое, но может, про это нам тоже в рот, как про все остальное? Я что хотел сказать. Твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. На орбите могут барахлить. Это к тому, что не надо сбрасывать предупреждения в ошибках, ладно? Чтобы не беспокоил. И когда ты вернешься... Ну, то есть, если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Может, даже скидку сделаю. Береги себя, Ви. Может быть, все-таки меня можно вылечить? Я не знаю. Все-таки это современный мир. Буду вообще полукиборгом. А что с глазами у нее? Просто хотела узнать, как у тебя дела. Как вообще жизнь. Сто лет с тобой не уделась. Ну да. Давно. А я, видимо, ей подрался. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что... Остаешься тут навсегда. Как Эвелин. Короче. Береги там себя. Не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Пока-пока. Привет, Ви. Ну, здравствуй. Панам, помнишь? Ну, которая с машиной. Да помню, помню тебя, красавчик. Слушай, у тебя не найдется для меня случайно какой-нибудь халтуры? Что угодно. Возьмусь за все. Главное, чтобы заплатили. Если у тебя что-то есть, или ты можешь меня порекомендовать, перезвони, ладно? Я буду очень благодарна. Окей. Мне, в принципе, бояться вечера. Полгода жить на... Увидимся в посмертии, наверное. Надеюсь. Надеюсь, мне доставят на землю. Или я всегда буду чалить там. Слышал, в Найт-Сити творится что-то серьезное, и ты в этом участвуешь. Не знаю, чем там кончилось дело, но если тебе надо решить какие-то проблемы, или где-то спрятаться, приезжай. Мы поможем. Ты спас одну из наших. Мы этого никогда не забудем. Этот долг мы готовы вернуть в любой момент. Ну, друзей у меня много. Друзей у меня много. Разжился. Хорошо, спасибо. Привет, Фия. Это я, Митч. Помнишь меня? Ты спас меня от Гантау. Ну, даже если не помнишь, ничего страшного. Я-то помню. Короче, если тебе будет нужна помощь или что-то еще, не стесняйся, окей? Просто позвони мне, и я прикачу в Найт-Сити быстрее, чем ты повесишь трубку. Могу я убрать кого-нибудь и пиццу тебе привезти. В общем, что хочешь. Я серьезно. Звони в любое время. Пока. На этом вторая концовка закончится. Ну, третий тоже очевидно. Мы просто подпишем договор и посмотрим, что будет. Надо отдать тебе должное, Ви. Ты меня удивил. Когда ты сказал, что собираешься поехать за Хельманом, я подумала, что ты вернешься в черном мешке. Но у тебя все получилось. Я редко ошибаюсь насчет людей и их возможностей. Теперь мне даже интересно, на что еще тебя хватит. Если вдруг понадобится работа, ты знаешь, где меня найти. Ну, на полгода должно хватить. Как минимум. Я буду надеяться. Но это уже получше концовка, чем первое. Ах, а-на-ка. Как я понимаю, тебе осталось жить не более шести месяцев. Я не знаю, как ты планируешь провести это время. Возможно, ты примешь решение все бросить, отдохнуть и подумать о смысле жизни. А может, наоборот, продолжить делать то, что умеешь. Так вот, к чему я веду. Если ты выберешь второй путь, я и мой отец будем рады предложить тебе работу. Все-таки у меня есть шанс. Шесть месяцев пройдут быстрее, чем ты предполагаешь. Подумай, стоит ли тратить их напрасно. Блин, не хочу на них работать. Но, смотри, мне предложили. Мне предложили. Может быть, даже я буду на них работать потом все-таки. И решу жить вечно. Встелюсь там. То есть, у меня есть вариант. На орбиту звонить дорого, поэтому я быстро скажу, что хотела. Мне стало интересно, как у тебя дела, поэтому я разложила карты и... Ох... Шут, Луна и Верховная Жрица. Это... Это очень плохие карты. Будь осторожен со своими новыми друзьями. Я серьезно. Не стоит вмешиваться, да? Не стоит на них работать. Может, вдруг еще хуже будет. Вот такая вот вторая концовочка, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Но она была хороша. Неплохо. Так. Хорошо. Давай не будем кидать кубик, а продолжим собирать. Мы до конца будем, до конца будем проходить тесты. Я собрал. Собрал. Бля, получилось. Получилось. И что теперь будет? Это еще одна концовка? То есть, я... Может быть, я курс до конца пройду, и все будет хорошо. А, нет, мать его. Вот тебя я не хотел видеть. Твои вещи уже собраны. Шаттл отвезет тебя на землю. А, отвезет. Умрешь еще до начала зимы. Понятно. Это нелегкое решение, я знаю. Не надо спешить. Все-таки отвезет меня на землю, потому что все нормально. Я побываю на земле и полгода могу прожить. Вот такой вариант был второй. А теперь давайте подпишем и будем жить вечно. Давайте сделаем это. Третья концовка. Я хочу жить. Всего лишь то отпечаток нужно было поставить. Как, впрочем, и все. Откладывать не имеет смысла. Начнем прямо сейчас. Окей. Ну что, до встречи. Надеюсь. Да. До встречи. Мой коллега проводит тебя дальше. Я боюсь, честно говоря. Эй, как тебя зовут? Хаджиме. Хаджиме. Ответишь мне на вопрос? Что бы ты сказал человеку, который садится в тюрьму злейшего врага, чтобы спасти себе жизнь? Хм. Я бы сказал, ладно. Только не забудь дорогу домой. Ну, давайте посмотрим. Я боюсь. Реально, смотрю, он даже сам не хочет. Это очень сложный выбор. Лучше полгода, наверное, прожить, да? Чем жить вечно в тюрьме. Смотри, он какой грустный. Бедолага. Он просто хотел жить. То есть моего тела не будет. Подожди, ну, давайте так порассуждаем. Может быть, мне прожить пять месяцев на земле, а в последний месяц, ну, просто... Достать этот чип, мой разум, сделать операцию, не знаю. Я же могу, по сути, пять месяцев нормально пожить. Дать ему такую возможность, а? А потом уже делайте, что хотите. В принципе, либо смерть, либо уже, как бы, продолжить жить уже в ихней клинике или в тюрьме, как правильно сказать. Я еще могу полгода, полгода я могу нормально жить. Блин. Капец. Зачем тогда меня лечили? Могли сразу бы так сделать, да? Или все-таки нужно было сначала меня очистить? От Джонни. Освободить разум и только потом доставать. Блин, чувак, нет. Это, кажется, конец. Я в конце, наверное, даже так и не пообщаюсь ни с кем. Да, ребят. По-моему, я не знаю. Может, это самая плохая... Нет, это все-таки не самая, наверное, плохая концовка. Самая плохая это суицид был впервые. И далеко от дома. Все, мой разум вытащили. И он будет жить вечно. Но у них. И, возможно, когда-нибудь кого-нибудь меня переселят. Я так это понимаю. В другое тело меня переселят. Может быть, тысячу лет прошло. Может быть, две тысячи лет. Время могло пройти сколько угодно. В смысле, меня нету. Я что хотел сказать. Твои импланты сделаны в расчете на земное притяжение. Орбить могут барахлить. Они сообщения мне оставили, но меня же нету. В предупреждении об ошибках, ладно? Меня же нету. Концовка-то та же самая, вот эта, после титров. И когда ты вернешься... То есть, если вернешься, я тебе проведу полный осмотр. Нет, я не вернусь. Береги себя, Вим. Я могу вернуться через тысячу, через две тысячи лет. Я так понимаю, да? Пока что мой разум у них хранится где-то там. В лаборатории. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела. Как вообще жизнь. Сто лет с тобой не делась. Да, ребята, то же самое. Это можно пропускать. Это третья концовка. Такая себе. Самая хорошая пока что, это вторая, мне кажется. Я не знаю, ребята. Как вы думаете, какая концовка лучше? Ладно. К сожалению, на этом все. Мне удалось открыть всего лишь три концовки. На самом деле, их намного больше. Но я пробовал разные варианты. И с моим прохождением я только три обнаружил. Вот. Нужно также дополнительные задания выполнять, чтобы открылись другие концовки. Также нужны хорошие отношения с Джонни. Тогда будет секретная концовка. У меня, к сожалению, не идеальные отношения с Джонни. Вот. Если заново проходить Киберпанк. Выполнять все дополнительные задания. И не перечить Джонни. Всегда, как бы, его поддерживать. Быть всегда на его стороне. Чтобы прям 100% хорошие у вас были отношения с Джонни. Тогда будет секретно. Плюс еще концовочка. Вот. Может быть, я все-таки упустил концовку, которую вы мог бы сделать. Если что, напишите в комментариях. Может быть, я потом отдельно сделал видеоролик, где я опять попробовал показать какие-либо концовки. В общем, посмотрим, будем мы играть в Киберпанк продолжать или нет. Все зависит от тебя, от активности. Если видеоролик тысячу лайков хотя бы какой-нибудь наберет. Я думаю, мы продолжим играть. Поэтому расскажи друзьям о канале AlexPlay. В любом случае, выходит там новиночки. Я думаю, ребятам понравится. Я стараюсь, монтирую, сижу, жду, пока это все потом заливаю на YouTube. В общем, долгий процесс. И хотелось бы, конечно, больше отдачи. Поэтому надеюсь на тебя, дружище, что ты расскажешь о канале The AlexPlay. Всем пока, ребятки. До новых встреч. Еще увидимся.